Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и если вы любите немецкие танки точно так же как и я, то для вас есть великолепная новость. В магазине появился свежий наборчик из двух премиум немецких машин 8 уровня, средние и тяжелые танки Panzer 58 и E75 TS. За 10 тысяч золота, если будете брать их в комплекте, вы возьмете себе легендарный внешний вид для каждой из этих машин. Я очень люблю легендарные внешние виды и мне не нравится, когда в наборы ложат какой-то камок, который не имеет прямого отношения к конкретной машине. Данные камуфляжи разрабатывались именно для этих двух тачек и это действительно радует. Есть абсолютно бесценный аватар, цены на него абсолютно никакой нет, но в то же время положили по целых 15 сертификатов X5 на каждую из этих машин. Значит неплохо поднимем себе элитный опыт экипажа и есть открытое оборудование на каждую из тачек, что позволит сэкономить порядка 4 миллионов серебром. Короче говоря, действительно выгодный классный набор в отношении совпадения цены и качества. Что касается покупать по отдельности, 6500 на E75 TS я считаю абсолютно оправданной ценой за голую машину, просто машина и слот в ангаре. В принципе уже неплохой ценник, если вас интересует E75 TS, то безусловно вы можете покупать ее за 6500 абсолютно смелым, потому что это вполне адекватная цена на данный тяжелый танк. Что касается Panzer 58, то 5500 для него все-таки дороговато. Пятерка, ну ближе как-то к справедливой цене, но Panzer 58 будем обсуждать отдельно. Сегодня будем обсуждать E75 TS, а по Panzer обзорчик выйдет буквально через пару часов. Что же касается самого набора, то я не просто считаю его выгодным, я его еще и покупаю себе на основной аккаунт, потому что двух этих машин у меня нет. Потому что заплатить 5000 золота за одну машину с открытым всем оборудованием, 15 сертификатов и плюс еще легендарный внешний вид и таким образом приобрести себе две машины по усредненной цене в 5 кусков, я лично считаю это вполне себе даже нормально. Несмотря на то, что у меня есть Лев, который является прямым конкурентом E75 TS, по крайней мере по моему скромному мнению, я решил не отказать себе в удовольствии в приобретении данной машины, потому что она очень годная и действительно стоит внимания и стоит того, чтобы и вы обратили на нее внимание. Давайте сразу ее приоденем, сразу поставим на нее легендарный внешний вид, сразу поставим на нее все необходимое оборудование и заценим ее со всех сторон, сделаем абсолютно честный обзор на данную тачку в стиле моего канала. Так, сейчас немножечко здесь все поменяю, так как мне привычнее и комфортнее, я лично ставлю себе так, как поставите вы себе, здесь уже решать вам безусловно, я никогда не говорю по поводу того, что есть правильно-неправильно установленное снаряжение или оборудование, есть просто комфортно мне или некомфортно, а там дальше уже определяйтесь самим, кому как приятнее играть. Вот так вот просто от балды все это дело одеваем, броня здесь есть, а значит можем еще немножечко добавить, ну и здесь в принципе ставим вот так вот, ну по крайней мере я так буду делать, поиграв на Е-75ТС на прессе, я для себя понял, что для меня лично такая установка оборудования и амуниции является оптимальным. Теперь давайте будем со всеми вот этими улучшениями заценивать технические характеристики, как обычно зацениваем орудие, все остальное будем заценивать непосредственно в бою, время сведения должно быть абсолютно комфортным, разброс однозначно комфортный, урон в минуту, я бы не сказал, что он прям сильно большой, но он приемлемый и он действительно реализуем, потому что машина бронированная, наносит по 310 единиц урона за выстрел, да, не сильно комфортное пробитие, но есть подкалиберное, почему не сильно хорошее пробитие, сейчас посмотрим в сравнительной таблице, и угол склонения орудия вниз минус 10, что позволяет отыгрывать не просто на неровностях и удобно прицеливаться, а отыгрывать от башни, а от башни отыгрывать здесь ребят есть чем, потому что салба башня заборнирована просто шикарно, здесь небольшой лючок, комбашенка очень маленькая, выцелить очень сложно, по щекам башни не прилетит, потому что здесь приведенка просто шикарная и в прямой проекции здесь 237 миллиметров брони, далеко не всем машинам под силу, по крайней мере на базовых снарядах пробивать лоб этой башни, что касается верхнего бронелиста 280 с учетом приведенки, нижний бронелист 226 приведенкой, но поверьте мне пробивается абсолютно спокойно, особенно если где-то немножечко вот так вот вы стали, будут прошивать в нижний бронелист, а значит его стоит прятать. Борта, ничего удивительного, ничего не стандартного, то же самое касается кормы, ну и как обычно в подобных машинах, самая большая проблема это если вы отворачиваете башню, потому что здесь она практически прямая, она большая, ну и соответственно вот как в Маусе, будут пробивать куда угодно, когда башня округлая, как допустим на Акуле, то там срабатывают еще рикошеты, благодаря наличию приведенки, здесь же приведенки абсолютно нет. Как я говорил, прямым конкурентом является Лев, ну и однозначно Кейлер, Лев имеет немножко другую броню, немножко другой внешний вид, ну а Кейлер, это помесь как раз вот Льва и Е75 ТС, не все с этим согласны, многие говорят, что были за основу взяты другие машины, но ребят, обратите внимание на корпус, корпус один в один, что там, что там, ну и башня, согласитесь, взята больше от Льва, чем от какой-либо другой машины. Ладно, с прямыми конкурентами по броне сравнились, могу от себя только сказать, что на Е75 ТС в основном комфортно отыгрывается броня и действительно приятно, когда тебя не пробивают в лоб башни. Что касается сравнения с другими машинами, на восьмом уровне тяжелых танков у нас можно в принципе попкой жевать, тут огромная простыня, но все-таки буду сравнивать именно с двумя вот этими вот прямыми конкурентами, которыми являются как раз Лев и Кейлера, о которых я говорил. Здесь по ДПМу действительно классно, если мы с вами пройдемся по всему уровню, то это один из лучших ДПМов на уровне, это действительно очень приятно и отыгрывается очень комфортно, его действительно можно реализовать. По пробитию тут действительно не сильно все хорошо, если сравнивать с прямыми конкурентами, то существенно проседаем, вы можете переставить себе на калиброванные снаряды, сравняетесь с ребятами, с которыми вы хотели сравняться, но все же тогда провисаете по ДПМу и становитесь ничем абсолютно не лучше, чем Лев. Но Лев, согласитесь, и на этом ДПМе играется порой довольно-таки неплохо. Что касается всех остальных показателей, сравнивать можно очень долго, в чем-то он хуже, в чем-то он лучше, подвижность у него довольно неплохая, приближенная к Кейлеру, а подвижность у Кейлера лично я очень доволен и жду, когда он появится на продаже, чтобы взять себе его на основу. В свое время купил на Твинке, пожалел, что на основу его не приобрел тогда. Что касается процента по победам, процент по победам здесь не сильно высок, и на удивление у того же самого Кейлера процент существенно выше, а количество игроков практически такое же. Почему так? Ну, скорее всего, потому что пробитие у Кейлера все-таки получше, чуть-чуть лучше по подвижности, и альфа у него на 40 единиц больше. При этом всем, да, пускай дольше время перезарядки, но все-таки Кейлер машина живучая, и со своим временем перезарядки переживает это время абсолютно спокойно. Точнее, не так, со своей броней свое время перезарядки переживает абсолютно комфортно. Со всеми остальными ребятами сравнивать можно очень долго, я думаю, что мы не будем тратить на это время, поскольку считаю это занятие бессмысленным. Давайте лучше просто возьмем машину и отправимся в первую попавшуюся катку, только выберем себе обычные бои и попытаемся машину заценить. Не то, чтобы во всей ее красе, а попытаемся заценить машину такой, какая она есть на самом деле. Без всяких прикрас, без вырезаний каких-то шикарных моментов выноса боевых платки или еще что-то типа того. Я не пытаюсь прорекламировать никогда ни один из танчиков, я пытаюсь показать их такими, какие они будут, скорее всего, в ваших руках, если вы средний игрок. Я не статист, я не киберспортсмен, я играю точно так же, как преобладающее большинство игроков. И если вы за честность обзоров, если вы хотите знать, как машина себя поведет в ваших руках, обязательно подписывайтесь на мой канал, становитесь постоянным зрителем. Жмите на колокольчик, для того, чтобы не пропускать новые видео, только убедитесь, что у вас вот так открыты все уведомления с моего канала. Я вам буду безумно благодарен за поддержку канала в его развитии, ну а отблагодарю обязательно все новыми и новыми качественными видео. Ну что, поехали, попытаемся потанковать. Очень приемлемая себе даже карта нам попалась для того, чтобы заценивать данную машину, потому что, как я сказал, в прямой проекции очень качественная броня по башне. Плюс к тому, на данной карте, с учетом наличия этого склона, небольшого, пускай даже есть возможность спрятать нижний бронелист, отыгрывать от верхнего бронелиста, который обладает очень хорошей приведенкой. Что касается времени сведения, очень комфортно, действительно нормально сводится орудием. Что касается точности, сейчас будем заценивать. Ну а что касается подвижности, то в целом обычный тяжелый танк. Да, безусловно, играя на том же самом кейлере, мне как-то более комфортно играется. Но я бы не сказал, что на этой машине действительно все очень сложно. По крайней мере, за свою, пускай не суперскую подвижность, но ее наличие как таковой, я расплачиваюсь довольно-таки точным орудием, довольно ДПМным орудием. Ну, короче говоря, понимаю, за что я плачу. Поехали поддерживать наших ребят. Сома, постой пока на перезарядке. Я сейчас выйду на товарища Йоха для того, чтобы принять удар на себя. А он отвлекся. И, в принципе, за это можем его поблагодарить после боя. Хотя, наверное, это будет больше смотреться как издевательство с нашей стороны. Ну ладно, посмотрим по результатам, кого там надо будет похвалить, а кого нет. Вообще, честно говоря, 75ТС, если у вас есть Лев, или если у вас уж тем более есть Келлер, скорее всего, вам не нужен будет. Ну, просто потому что машины играются практически одинаково. Машины по доходности практически одинаковые. Да, единственное, что у Льва действительно доходность повыше будет. Поэтому за те же самые результаты, которые вы будете делать на Льве, вы будете получать больше прибыли в виде серебра. В целом же, по геймплею, 75ТС не принесет вам чего-то уникально нового. Сейчас, ребят, одну секундочку. Тут надо кое-чего доделать. Я вот только понять не могу, он голдой меня шьет, что ли? Ну, скорее всего, да, потому что пробить такую броню базовым снарядом навряд ли у него получалось бы. В общем, ребят, если вы в поисках какого-то нового ощущения от игры, то, безусловно, данная машина вам не подойдет. Но если вы в поисках качественной тачки, на которой можно спокойно играть, то, безусловно, эта машина вас заинтересует. Вот против нас Лев, допустим. И, как вы видите, Лев меня не пробивает. А мне от этого только приятно. Куда я сейчас ему попал? Бог его знает. Скорее всего, он куда-то в стык бронелистов. Не хочется ехать на передовую. Ребята наши никуда не пнутся. Да и мне там, в принципе, самому делать нечего. Поворотливость машины не сильно хороша. Нас вполне спокойно могут закрутить. Нас вполне спокойно могут разбивать в борта. И, соответственно, самому куда-то в драку не стоит. Ну и где все? Не хотят соперники появляться. В принципе, я не удивлен, потому что они ведут по очкам захвата. А значит, нам необходимо с этим что-то делать. Все равно перевес на стороне команды противника. Скорость снижена. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Скорость движения и положение снижена. Сделал я глупость. Все-таки не сдержался. Поехал вперед. И в целом это не очень хорошо, потому что стал шотным. Лучше бы на месте оставался. И свой запас прочности оставил на случай, если вдруг все-таки придется выигрывать по захвату. Ну что ж, не без ошибок. Я, по крайней мере, свои ошибки всегда признаю. И больше чем уверен, что и вы эти ошибки допускаете. А значит, с пониманием относитесь к тому, что происходит порой на моих обзорах. Первый бой окончен. Обязательно сейчас зайдем во вторую катку. Ну просто потому, что хочется насладиться. И просто потому, что хочется быть объективным в данном случае. Смотрим на результаты данного боя. Похвалим тех ребят, которые этого заслуживают. Я не думаю, что мы прям сделали что-то грандиозное. Но хоть что-то смогли заценить. 1120 единиц урона. И при этом всем сразу знак классности третьей степени. Интересно получается. Я так понимаю, что планка не задрана абсолютно на данную машину. Что касается результативности по фарму, то 36 тысяч я считаю, что неплохой результат. С учетом того, что мы, ну прямо скажем, практически ничего не сделали. Обязательно похвалим наших ребят из команды, которые сделали лучшие результаты. И обязательно похвалим тех ребят, которые играли против нас. Они достойны уважения. Проявляйте уважение к любым танкистам, даже если они вас побеждают. Точнее не так. Тем более, если они вас побеждают. Ну что, заходим еще в один бой. Попытаемся еще раз реализовать машину. И попытаемся с вами плюс-минус прийти. Прийти к какому-нибудь выводу по поводу того, стоит ли Е75ТС приобретать себе в ангар. Итак, друзья. Следующий бой. В целом, вроде бы по раскладу все должно получаться нормально. Единственное, что Тигр решил меня не поддерживать и поехал изначально в город. Не знаю, насколько правильное решение. Это мы узнаем по результатам самой катки. Хотелось бы, хотелось бы, безусловно, чтобы у Е75ТС была такая подвижность, как у Тигрика. Игралось бы совсем по-другому. Безусловно, гораздо комфортней. По времени сведения, по точности орудия. Все действительно на уровне. Это немецкая пушка, немецкая машина. И этим немцам не очень сильно нравится. Я люблю, когда снаряды прилетают туда, куда я планирую их отправить. А не когда ты планируешь одно, а снаряд живет какой-то своей жизнью и летит совсем в другом направлении. Так, ну, как говорится, самые лучшие герои всегда идут в обход. Поедем, захватим точку. Пока этим никто не занялся, ни мы, ни соперники. При этом всем нашего одного уже вынесли. А значит, нам необходимо реабилитироваться. Хотя бы, хотя бы. Временем. И захваченной точкой. Ну что ж, дело свое сделали. Теперь давайте подъедем поближе и попытаемся расковырять город. Наших ребят на правом фланге вынесли. Это не очень хорошо. Двое там пытаются еще держаться как-то. Ну а значит, у нас времени не так уж и много на то, чтобы попытаться сделать максимум того, что можно. Откуда прилетело? Класс. Две ПТ, тяжелый танк. Тигр, давай поддерживай. Будем пытаться с тобой что-то делать. Время перезарядки, кстати, вполне комфортное. Мне лично нравится. Действительно, не самое унылое, пускай и не самое быстрое, но достаточное для того, чтобы вовремя перезарядиться. Я терпеть не могу вот эти вот моменты игровые, в которых тебе не хватило буквально каких-то секунды-две на то, чтобы перезарядиться и закинуть урон. Особенно, когда от этого зависит победа. В данном случае, конкретно я имею ввиду в случае с Е-75, тут действительно все приятно, все комфортно. Так, сваливаем вниз. Нечего нам тут делать. Отправляем товарища в ангар. Ну и очень сильно надеемся, что у нас хватит духу еще Т-29 помочь разобрать. Вот оно, время перезарядки. Было бы чуть дольше и, безусловно, Т-29 мы бы забрать не смогли. По результатам захваченная точка, по результатам три уничтоженных соперника, по результатам плюс-минус неплохое количество нанесенного урона. Машина действительно может порой и больше вывозить, но в целом играется вот так вот постоянно на приблизительно 2,5 тысячи урона. Факт есть факт. Знак классности второй степени. Что касается результатов по фарму, то здесь у нас 66,800 с учетом того, что у меня активирован, ребят, прем-аккаунт. Это стоит отметить отдельно. Ну и вот все мои затраты. Я бы не сказал, что затраты были слишком велики, а заработок слишком мал. Действительно нормальный обычный фармер, скажем так, не зашкаливающий по показателям. Ну а что касается нашей результативности по команде, то вот оно, пожалуйста, первое место. Обязательно хвалим ребят из нашей команды и обязательно похвалим ребят наших соперников. Они достойно сражались, ну и, соответственно, достойны нашего лайкоса. Покупать или не покупать Е75 ТС, безусловно, выбор за вами. Как я уже сказал, если у вас есть Хейлер, то данная машина вам, в принципе, не нужна. Ну, просто потому что играются они практически одинаково. Они играются практически одинаково и со Львом. У меня была возможность приобрести себе данную машину, и я это сделал. А вот если у вас нет такого запаса по золоту, и при этом у вас есть две вышеупомянутых машины, то, безусловно, Е75 ТС навряд ли должен появляться в вашем ангаре. Лучше поищите себе машину с более интересным геймплеем, или, по крайней мере, отличающимся от тех ребят, с которыми я сравнивал данную тачку. Мое дело показать вам машину, такой, какая она есть на самом деле, буквально через пару часов на канале появится абсолютно честный обзор на Panzer 58, ну, а там уже будете определяться, хотите вы взять себе эти две машины набором, или будете брать по отдельности. Я побежал снимать для вас следующее видео, а вы подписывайтесь на канал, жду вас в гости. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствие. Пока-пока.